Здравствуйте, Церковь! Хочу засвидетельствовать свое свидетельство. Я тоже много лет был в наркотиках. Я принимал наркотики, я был зависим. Я принимал все, что можно было. И таблетки, и курил, и пил, и все-все делал. Много-много лет. Я это уже начал там дома в Латвии. Потом мне было очень много задолженностей. Уже там всем задолжал в Латвии. Пришлось приехать сюда, в Англию, как-то отдавать деньги. Ну и здесь тоже сразу ничего не произошло. Я начал тоже делать то, что мне не надо было. Я служил и принимал наркотики. Служил и принимал наркотики. Но это ни к чему не привело. И как-то один день я пошел спать. И Бог пришел во сне ко мне и сказал такие слова. Если ты еще раз, один раз примешь наркотики, ты умрешь. А я это думал, что это во сне, это сон. И я пошел спать. На следующее утро я встал. Ну, потому что мне было плохо. Мне надо было идти опять принимать. А я забыл, что Господь пришел мне во сне. И я пошел со своими друзьями и принял эти наркотики. И как только я принял этот наркотик, я вспомнил, Иисус мне сказал, что я умру. И это просто буквально произошло. Я не мог досчитать до пяти. И я умер. Я упал и я умер. И я вижу, что сатана взял меня за руку и возит меня. Я ничего не могу сделать больше. Не могу противиться ему. И вдруг так далеко я смотрю свет. А в этом свете голос, стой, его душа принадлежит мне. И когда я разрешу его взять, тогда ты только сможешь его забрать. Сатана говорит, слушай, он же тебя не послушал. Он сделал наркотик. Господь говорит, да. Этот голос говорит, да. Но я знал, кто это, это Господь. Этот голос говорит, я ему даю еще одну возможность. Если он эту возможность не использует, тогда бери дело с ним, что ты хочешь. И когда он сказал эти слова, я так вздохнул и очнулся в машине, ехал уже в больницу. На мне маска кислородная. Я ничего громко сказать не могу. Не могу сказать Господу, спасибо тебе, что ты дал мне одну еще последнюю возможность. Что я живой. Я открыл глаза, мне слезы. Но я внутри, внутри себе сильно сказал. Я сказал, Господь, с этого дня, что ты мне дал возможность, я буду тебе служить. И я больше не дотронусь до этих наркотиков. И это случилось в тот день, когда я увидел и услышал, когда Господь мне сказал, что он мне, как сказать по-русски, Сабайди. Так? Испугал. Знаете, который принимает наркотики, он не боится. Ему все равно. Он идет и все. А вот когда Господь тебя чуть-чуть потрясет и скажет, чтобы ты остановился, Потому что ему не безразлично никто. У него все важны для него. Потому что мы все дети Божьи. Он всех любит. И он так сильно меня тоже любил. И он мне дал последнюю возможность. И я очень рад, что он мне дал эту возможность. И с того дня я начал приходить к Богу все больше и больше. Сегодня я служу в церкви и прославляю его. Слава Господу за моих пастыры. За Раймонда, за Оскара, за его жен, что они вместе тоже молились за меня. И главное, кто молился за меня? Моя жена, мой отец, моя мать. День и ночь они плакали и ждали, когда же придет тот день, когда Господь меня спасет. Это было долго-долго время. Но, слава Богу, у Господа есть каждый. Когда ты придешь к Нему, Он тебя ждет. Я хочу сказать каждому брату и сестре, если ты еще до сих пор принимаешь наркотики, это плохо. Это не выход. Это тебя может убить. И больше ты не сможешь. Может, это будет последний день. Господь может тебе не дать больше встать. И где ты будешь? Ты не будешь с Богом. Ты будешь сатаной. Ты будешь там, где 24 часа плачут и ждут, когда они там плачут. Много людей. И хотели бы хоть на минуту выйти и сказать, Господь, помоги, но поздно. Так, как в Писании написано. Придите ко мне сейчас, пока двери открыты. Аминь. Он нас ждет, пока может. Сегодня Божье Слово звучит везде. В каждых церквях, в телефонах, везде. Приходи к Иисусу. Не иди больше по той дороге, по которой ты ходил. Иисус нас всех любит и ждет. Аминь. Он изменил мою жизнь. И я хочу его прославлять. Он мне дал голос. Я благодарен ему за это. И поэтому я его прославляю своим голосом. То, что я умею делать. Я хочу тоже прославить Господа. Он может зажечь твое сердце, если ты сам откроешь для него свое сердце. Он зажгет снова и снова твое сердце. Потому что он Господь. Он может все. Он везде и сейчас он здесь. Слава Богу за эту дружбу, что мы дружим вместе. Благодарю тебя, Господь Иисус, за эту церковь. Спасибо тебе за эту церковь, Господь. Что уже десять лет она стоит во кресте. И все, кто в нем служат, все, все с тобой, Господь. Слава тебе, Иисус, что ты глава этой церкви. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус Христос, за все, что ты открываешь каждое сердце. Мы приглашаем тебя сейчас здесь, Господь. Коснись ты каждого сердца, Иисус Христос. Наполни со своей любовью, Господь. Коснись каждого, мой Бог. Спасибо тебе за твою любовь, что ты здесь с нами. Аллилуйя. О, мы просим тебя, Господь. Коснись и зажги каждое сердце. Ты наш Бог, ты наш Иисус. Аллилуйя. Ты зажигаешь небе звезды, Им даруешь яркий свет. Ты называешь по именам Миллионы из планет. Ты правишь темирам и лугам, И Вселенной всей. И я принадлежу тебе, Иисус Христос. И я принадлежу тебе, Мой Господь. И я принадлежу тебе, Я тебя благодарю. Иисус Христос. И я принадлежу тебе, Мой Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok